Первые цветы, первый парный танец и первый взрослый макияж. 8 марта для воспитанников детского дома превратилось в настоящий праздник под названием «В мире моды». Этот окружной конкурс парикмахерского мастерства проводится для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс позволяет будущим выпускникам определиться с профессией и попробовать свои силы в выбранном направлении. Умелые руки, расческа и несколько десятков различных баллончиков, приборов и инструментов. Таков арсенал современного парикмахера, ведь мастер воплощает в жизнь любую задумку клиента. Прическу я назвал сам, но это вечерний стиль и её название «Дэнджерс Луман». Делать её было не так уж и сложно, но всё равно было сложно закалывать. Донат – один из участников окружного конкурса парикмахерского мастерства «В мире моды». Он, как и две его соперницы, накануне конкурса посетил мастер-классы. Овал лица, плотность волоса и особенности работы с инструментами. Всё это участники узнали у профессионалов, которыми, возможно, им предстоит стать в будущем. Но пока у школьников есть возможность попробовать свои силы в искусстве парикмахерства. Когда ты уже сделал косичку и уже под конец, когда ты заделываешь этот пучок, было тяжеловато, потому что волосы выбиваются. И, кажется, волосинка не туда встала и всё портится. Юных стилистов спешит успокоить и направить волнение в мирное русло руководитель студии красоты Анна Сылка. Незаметно и деликатно помогает конкурсантам правильно завить локон, зафиксировать укладку. Наставница уверена – мастерство приходит с опытом. Для того, чтобы в профессиональном конкурсе участвовать, нужно тренироваться около двух месяцев. У них было на это всего три дня, они достойно с этим справились. Все модели довольны, все прически красивые. Прически выполняли в трёх стилях – это модный образ, вечерний образ и деловой стиль. Может быть, эта профессия кому-то поможет определиться в жизненном пути, поможет достичь каких-то хороших результатов, целей. Надеемся дальше сотрудничать в этом направлении. Возможно, будут какие-то ещё мероприятия, будем рады поучаствовать в них. После того, как последние штрихи были выполнены, образы модели готовы, жюри приступило к обсуждению. После долгого совещания компетентная комиссия объявила итоги конкурса. Все участники и модели конкурса получили дипломы и памятные подарки – наборы для красоты. Конкурс удался, действительно, и образы получились великолепные, потому что, действительно, здесь ведь не только прическа, здесь полностью образ. Стиль ребята создали, и я очень горда тем, что действительно у них это получилось. Я думаю, что они сами вдохновились. Это, в принципе, уже работа стилиста, это не просто даже парикмахерское искусство. Но на этом уроки профориентации не закончились. Во Дворце культуры Арктика готовился мастер-класс по мейкапу. Каждой девочке необходимо владеть искусством красоты. Профессионалы показали девушкам основы дневного и праздничного макияжа. С праздничной прической, макияжем и в вечернем платье девушкам осталось пройти по подиумной дорожке. В Международный женский день сбываются мечты каждой. Получили свою долю внимания и мальчики. Они представили на подиуме одежду в деловом стиле. Мальчики в Международный женский день были по-особенному галантными. Специально к празднику подготовились к парному танцу. И пусть вели своих дам не так уверенно, танец получился по-настоящему трогательным. Это 8 марта. Для воспитанников детского дома запомнится надолго. Кто-то смог проявить творческие способности, а кто-то получил необыкновенное количество внимания и теплоты. Организаторов, спонсоров и всех неравнодушных людей. Ирина Нижалова, Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал Север.